Нарушения Нарушения становятся все тяжелее и тяжелее у детей. В год у ребенка должны быть первые слова, в два года должны быть первые фразы, простые предложения. Занятия в отделениях реабилитации у нас бесплатные. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Макаренкова. Я работаю детским психологом уже более 15 лет. Что ты хочешь пожелать? Куклу? Да. Какую? Красивую. Красивую? Да. Какими будут глаза? Чёрные. Чёрные? Да. А волосы какие будут? Красные. Красные? Красивая, наверное. Она будет в платье? Да. В розовом. В розовом? Да. Ух ты, здорово. Красивая кукла у тебя. Деток с особенностями в развитии становится все больше и больше с каждым годом. Это действительно так. Это и научные наблюдения есть за этим, исследования научные. И мы сами уже по практике понимаем, что обращений в наши центры, которые располагаются по всему округу, достаточно много. И с каждым годом все больше и больше. И самое сложное, что нарушения становятся все тяжелее и тяжелее у детей. Болезни совершенно различные. Это и генетические заболевания, и психические расстройства, и задержки психического развития, и аутизм, и синдром Дауна. Очень большой, широкий спектр заболеваний сейчас современного. Раньше очень часто я сталкивалась с тем, что обращение к психологу ассоциировалось у родителей как обращение к психиатру. То есть они говорили, что зачем я должен обращаться к психологу за помощью? Я же не псих. И, соответственно, это тормозило. То есть получается то, что психолог работает с нормой, об этом никто не знал. Ну или не хотел знать. Сейчас действительно обращения к психологу становятся более активными. И по каждому моменту, не только личностным каким-то вопросом, но и нарушением в развитии, родители смело идут к психологу и более открыты. Но и сейчас все равно остаются родители, которые не хотят признавать диагноз ребенка. Достаточно много времени уходит на то, чтобы родитель принял особенность ребенка. И уже только потом выстраивается коррекционная работа с самим ребенком. Потому что бывает так, что родитель обращается на ранних стадиях. Мы замечаем нарушения какие-то в развитии или особенности в развитии. Указываем родителю, но родитель не признавая упускает ценное время. То есть он уходит, продолжает вести привычный образ жизни, стараясь не замечать какую-то специфику поведения. И приходит к нам уже через длительный период времени, когда много моментов упущено и достаточно сложно выстроить коррекционный маршрут с ребенком. Существуют возрастные нормы развития определенные. Это тоже должен, наверное, знать все-таки каждый родитель, сверяться с ними. И если вдруг какие-то увидят несоответствия этих норм возрастных, то, конечно, это может быть поводом для записи на консультацию к психологу. То есть, допустим, есть определенные нормы того, чтобы младенец держал голову, допустим, в месяц. Есть нормы комплекса активности, тоже младенческий возраст. Когда ребеночек должен сесть, когда ребеночек должен поползти. Часто бывает такое, что ребенок не ползает, а сразу встает и ходит. И упущение вот этого момента ползания, это тоже является нарушением. То есть, это тоже повод того, чтобы обратиться за помощью к специалисту, не обязательно к психологу, конечно, больше на массаж, допустим, инструктору ЛФК. Это те моменты, которые важны для полноценного развития ребенка. У нас бывают такие случаи, когда родитель обращается к нам с ребенком, которому 5 лет, и он не говорит. Говорят, что нам невролог сказал, что все нормально, ничего страшного. Я долго не говорил, жена долго не говорила, не начинала разговаривать тоже в раннем возрасте. И, соответственно, у ребенка то же самое. И на самом деле бывает даже чаще всего так, что родитель хочет просто слышать это от невролога. То есть, получается, он сходил к одному неврологу, он ему сказал о том, что действительно у вас задержка, вам нужно заниматься специалистами. Но родитель вместо того, чтобы принять эту ситуацию, он идет к другому неврологу, который скажет ему, что, ну, в принципе, вы можете еще посидеть, ничего страшного. Вот, само по себе это все срастется, и все нормально заговорит скоро. К школе заговорить, ничего страшного. Вот, и, соответственно, родитель принимает именно эту действительность и считает, что, ну, действительно, можно и подождать, ничего страшного. А мы уже, получается, начинаем работу только с ребенком уже предшкольного возраста. И, сами понимаете, это очень сложно, научить ребенка говорить, который уже должен пойти в школу. То есть, родители приходят с запросом, что нам уже идти в школу на следующий год. Вот, у нас есть год, чтобы прийти к вам на занятия к логопеду, к психологу, там, на подготовительные занятия к школе. Вот, давайте, флаг вам в руки, сами как бы занимайтесь, и все. Вот, и, соответственно, нам становится очень сложно работать. Мы говорим всегда о том, что, почему столько времени упущено. Вот, и вот понимаем, что родителю было очень выгодно слушать мнения специалистов, те, которые, то мнение, которое они сами считают правильным. В год у ребенка должны быть первые слова, в два года должны быть первые фразы, простые предложения. То есть, тоже, если, допустим, этот момент упущен, если родитель не обращает внимания на это, если родитель поглощен работой, там, и так далее, ему, возможно, и нравится, что ребеночек спокойненький, играет сам по себе, ни с кем не взаимодействует, не капризничает, ну, просто не говорит, и все. Бывает такое, что это просто удобно родителю, и родитель никуда не обращается. Обращается только тогда, когда уже, там, соседи сказали, что-то, наверное, это ненормально. Там, подружка сказала о том, что, вот, смотри, мой разговаривает на площадке, допустим, там, как-то взаимодействует, а твой совсем не разговаривает, тебе не кажется это подозрительным. И уже тогда родитель, вот, видимо, из чувства собственного стыда уже идет, как бы, к специалисту. Мы работаем с детьми с раннего возраста, с нуля. То есть у нас первые клиенты – это детки двухнедельного возраста. То есть сразу с роддома приезжают к нам, если, допустим, какая-то патология, допустим, родовая, там, кривошея, допустим, ребенку нужно сделать массаж до месяца, до периода, когда ребенку исполнится один месяц. И вот, соответственно, мы берем таких ребят, делаем им массаж активный, выпрямляем им шею и таким образом производим мероприятие по профилактике детской инвалидности. Эти услуги, конечно, бесплатные для жителей Подмосковья. То есть если ребенок оформляется, получает программу, индивидуальную программу предоставления социальных услуг. По этой программе мы работаем совершенно бесплатно с детьми. Проводим сеансы массажа, ЛФК, занятия психолога, дефектолога, логопеда, педагога дополнительного образования, музыкального терапевта, хореографа. У нас очень-очень широкий спектр услуг сейчас. Детские истерики, конечно, вопрос такой интересный, распространенная проблема. И чаще всего это, конечно, происходит у таких же чрезмерно эмоциональных родителей. То есть когда родитель приходит к нам на консультацию и говорит, что вот ребенок истерит, не знает, что с ним делать, куда идти. Первое, что мы спрашиваем, какая ваша реакция на истерики ребенка. И, как правило, в большинстве случаев родители говорят, что, конечно, кричу, так же эмоционально кричу, шлепну ему, чтобы вывезти его из, например, магазина. Потому что это не норма, так не должно быть. Я говорю, ну вот если вы ведете себя чрезмерно эмоционально, ребенок постоянно это видит, как вы там бурно реагируете на какие-то, ну, тоже нестандартные ситуации, как по-другому ребенок будет реагировать на такие же нестандартные ситуации. То есть он же полностью копирует поведение родителей. Если не мамы, то папы. Если не папы, то близкого там какого-то родственника, вот, который точно так же бурно реагирует на это все. Это очень легкий способ привлечения внимания. Вот, конечно, самое дежурное, это максимально спокойно надо реагировать, просто уводить, спокойным тоном говорить, не именно подавляющим таким, ну, а быстро успокоился, как правило, это делают родители. Вот, все равно, как бы, это ярко окрашенный эмоциональный ответ. Вот, а именно спокойно уводить и, ну, из ситуации стресса ребенка. Конечно, если истерика длится длительный период времени, вот, то ребенок долго не может успокоиться. И вы применяете различные там средства и уводите ребенка из ситуации, пытаетесь поговорить, находясь на уровне с ребенком, контакт глаза в глаза. Допустим, умываете ребенка, дадите глоточек воды попить. Потому что, когда истерика, у ребенка происходит спазм желудочно-кишечного тракта. И самое простое, что вы можете сделать, это дать попить глоточек водичке. Он глотнул, и, соответственно, как бы спазм прошел, и уже истерика не будет такой активной. Но если ребенок все-таки длительный период времени кричит, закатывается, там, топочет ногами и так далее, то это повод обратиться к специалисту, конечно. Мы работаем со всеми детьми, в том числе с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У нас несколько отделений реабилитации по округу. Находятся они в разных городах. Это Куровское, Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дровосеки и Дрезна. В этих отделениях достаточно большой спектр услуг, которые мы оказываем. Там группа полного дневного пребывания, вот, в Ликино-Дулево и Орехово-Зуево. И различные групповые занятия. Занятия специалистов, дефектолога, логопеда, психолога, инструктора ЛФК, АФК, массаж, канистерапевт, наши любимые собачки Бим и Лори, которые занимаются с ребятами, показывают колоссальные результаты. Я на самом деле всегда очень люблю пробовать что-то новое. Вот. И для меня это всегда как вот что-то вот такое, ну, я всегда вижу в этом какой-то особенный результат. И в этот раз тоже мы не прогадали, когда взяли канистерапевта, потому что занятия проходят совсем на другом уровне. То есть в каком-то больше интуитивном, что ли. То есть у нас есть случаи, когда, допустим, ребенок занимался длительный период времени с дефектологом, и никак она не могла вызвать у него речь. То есть она старалась использовать все методики развития раннего, там и дыхательные какие-то гимнастики, и там развитие мелкомоторики, и различные какие-то упражнения такие, ну, высокоэффективные, которые, ну, с другими детками высокоэффективные. А с ним не работало ничего. Вот. И однажды он увидел нашу собачку замечательную. Вот. И сразу, сразу появились первые звуки у ребенка. Это настолько нас прям вдохновило. Мы увидели плачущего папу, который посмотрел на своего ребенка, услышал первые звуки. Это действительно дорогого стоит. Достаточно часто получается так, что приходят родители говорить то, что у меня ребенок не говорит, нам нужен логопед. То есть он сам уже как бы себе ставит и диагнозы, и ставит коррекционный маршрут, выстраивает, и старается сделать так, чтобы мы подстроились под его коррекционный маршрут. То, что, допустим, мы на комиссии решаем, что ребенку нужен совсем сейчас не логопед, потому что мы видим, что есть более глубинные нарушения в развитии, речь это является высшей психической функцией, и, соответственно, она формируется значительно позднее. И мы рекомендуем, допустим, посещать занятия АФК, чтобы развить двигательные сначала способности ребенка, потому что ребенок не ползал вовремя, точнее, вообще не ползал. Допустим, гущий был этот момент. Допустим, там он пошел поздно. То есть все это нужно будет наверстывать вот благодаря именно физическим упражнениям. Но родитель не слушает. Родитель говорит, что нам это абсолютно не нужно. Какая физкультура? Зачем нам нужна физкультура, когда он просто не говорит? Так вот он прыгает у меня, бегает по площадкам детским и так далее. Мы вынуждены идти на уступки, потому что всегда смотрим на ребенка, нам хочется ребенку помочь. И берем его на занятия, допустим, к логопету. Логопед бьется, 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 длительный период времени. Не помогает ничего. В итоге мы собираем опять комиссию. Говорим мамочке, что вот не получается. Мы стараемся, правда. Ну, не получается ничего. Давайте попробуем АФК. Ну, и уговариваем ее на АФК. И буквально через неделю занятий у ребенка начинаются появляться вещи. Хотя это просто физкультура. Просто обычная физкультура в зале АФК. Они просто ходят по полосе препятствий, прыгают, отжимаются, скотчат на одной ножке, на второй. Там различные какие-то нейрогимнастики у них происходят. И ребенок начинает говорить. Я всегда приветствую раннее развитие у детей. То есть, чем раньше начали заниматься, тем лучше, тем выше будет эффективность занятий. И мозг ребенка настолько пластичный, что самое время закладывать все всевозможные знания именно в дошкольном детстве. То есть, это получается максимальный объем знаний он может захватить в дошкольном детстве, которым будет использовать уже во взрослой жизни. То есть, чем больше ребенок будет занятый на занятиях развивающих каких-то музыкальных, оздоровительных каких-то, спортивных, тем лучше. Если у ребенка сформированы все звуки, правильно поставлены все звуки в дошкольном возрасте, то смело можно отдавать его на изучение иностранных языков. Родители часто отдают детей, когда звуки не поставлены правильно. То есть, допустим, он не выговорит R, он не выговорит L, и родитель ведет его все равно на английский. Потому что это очень важно, это хочется, это престижно. Соседка ходит, сосед ходит, а мой почему-то не ходит. Вот, и отдают. И бывает часто, что таким образом ухудшают произношение, звукопроизношение у детей. То есть, он начинает межзубно произносить звуки, это тоже плохо. Вот, то есть, прежде всего, нужно, конечно, поставить звуки правильно, а потом уже отдавать на занятия иностранными языками. Важен момент и, чтобы не перегрузить ребенка. То есть, если видно, что ребенок и так устает, ему достаточно того объема знаний, которые он получает в детском саду, то, ну, не обязательно его отдавать, наверное, куда-то еще перезагружать его. Обязательно, чтобы была просто свободная деятельность, чтобы было внимание родителей, чтобы, допустим, они могли вместе погулять, сходить. Не просто погулять, а отправить на площадку на детскую, а именно продуктивно проговорив с ним от похода, там, от детского садика до детской площадки, там, какие деревья там растут, какая травка зеленеет, а что у него было в детском саду. То есть, вот этот вот контакт тоже важен. И бывает, что заменяет большинство развивающих каких-то занятий. Ребенок, как правило, отвечает на вопрос стандартно. То есть, и вы, соответственно, стандартно задаете вопрос, «Как все прошло? Нормально, все, разговор окончен». Вот, но здесь можно, конечно, спросить какие-то точные сведения. Там, а как Маша сегодня там в садике? А как сегодня Егор? А что сегодня вам интересного там давали покушать? Там, а что, какое занятие у вас сегодня было интересное? Расскажи. Это может разговаривать ребенка. Либо какой-то такой вопрос совсем нестандартный задать. Там, например, «А ты обратил внимание, в чем сегодня был одет Антоша?» Вот, и он начинает там анализировать. И ему это будет однозначно интересно, потому что это как игра. Конечно, если вы хотите что-то узнать у ребенка такое личностное, может быть, какие-то переживания, то это должен быть разговор индивидуальный и именно на уровне с ребенком. Потому что, как правило, мы идем с детского садика, держим за руку, ребеночек там, мы тут. Спрашивают, «Ну как все? Нормально?» «Нормально, все, идем». Ну, вот так вот, нормально, да, посмотрел. Вот. А здесь вот именно глаза в глаза. Тогда будет видно, есть ли переживание у ребенка, нет ли переживания у ребенка. Вот. И этот момент тоже важно не упустить. Сейчас у нас есть возможность получить консультацию не только в наших отделениях полустационарных, которые находятся в городах, которые перечислила, но и также у нас есть мобильная бригада, которая объезжает отдаленные сельские поселения и оказывает курсовую реабилитационную помощь деткам с особенностями в развитии. Мобильная бригада базируется в сельском поселении и начинает свою работу с проведения консультации, проведения диагностики, на которой присутствует несколько специалистов. Это врач-педиатр, психолог, дефектолог, логопед. Если нарушение в развитии у ребенка глубокое, серьезное, то мы ему рекомендуем проходить реабилитацию в наших полустационарных отделениях, где курс предоставления социальных услуг более длительный период времени. Если есть у ребенка потенциал и мы можем увидеть результаты в более краткосрочный период времени, то мы принимаем его именно на базе учреждения в сельском поселении и оказываем ему помощь в течение одного месяца. То есть, если, допустим, поставить забылки нужно, либо оказать какой-то там массаж, допустим, занятие психолога, дать толчок в развитии, то, соответственно, мы это делаем прямо вот непосредственно в сельском поселении. Особенность курсовой реабилитации состоит в том, что это аппаратная реабилитация. То есть мы используем различные тренажеры, такие как имитрон, корвид, томатис, беговую дорожку, ну, различные тренажеры, механ-терапии, которые могут оказать помощь эффективную в краткосрочный период времени. К нам обратиться за помощью можно с 0 до 18 лет. После 18 у нас есть отделение в Ильинке, это интеграционные производственные мастерские империи ремесел, где также получают ребята различные реабилитационные мероприятия, а также получают профессиональные навыки. Занятия в отделениях реабилитации у нас бесплатные для всех детей, проживающих в Московской области. Телефон для связи 4142-748, это отделение реабилитации Валикинода Лёва, и 424-69-32, это Орехово-Зуево.